Привет, меня зовут Ралина Киряева, и это твои новости. Ничего лишнего, только суть. Смотри сегодня. Приемной кампании в КФУ дан хороший старт. Праздничный выпуск в КАИ. Специальный выпуск от громких рыб для абитуриентов. В Казанском федеральном университете жаркие дни. Не для студентов, а для абитуриентов. Ведь приемная кампания 2015 идет полным ходом. Подробности далее. Сейчас второй корпус университета – самое оживленное место. Здесь сотни абитуриентов, многие из которых надеются стать новыми студентами КФУ. Вопросы, ответы, несмотря на век информационных технологий, желающих лично встретиться с представителями приемной комиссии, не становится меньше. Чему могут научить и в каком институте подсказывают волонтеры приемной комиссии. Газис Яфаров консультирует тех, кто блуждает в поисках своего заветного места. Его задача – направить и подсказать. Заодно не забывает, конечно же, агитировать за свой родной институт филологии и межкультурной коммуникации. То есть, преподы классные, здание красивое, одно из самых классных КФУ. Очень много творческих людей, то есть у нас есть. Интересно, весело. То есть, все для жизни студентов. В колл-центре телефонные звонки тоже не умолкают. Здесь сотрудники университета дистанционно консультируют абитуриентов. Ежедневно девушки отвечают на сотни вопросов. Сотрудники даже начали коллекционировать самые оригинальные. Каждый день какие-нибудь такие перлы выдают. Но вчера у нас была женщина, которая хотела, чтобы ее ребенок обязательно учился именно на прокурорах. Где у нас учат на прокурорах? Да, только сюда, в наш университет. КФУ. Абитуриенты, которые определились со своим выбором, несут оригиналы документов. Их уже более четырех тысяч. Цифры доказывают, что борьба за место студента Казанского федерального будет нешуточной. Определилась и тройка лидеров по институтам КФУ. Явный лидер – это 7 тысяч заявлений. Наверное, это будет не сюрприз. Институт управления экономикой и финансов. 4 тысяч заявлений принял Институт международного отношения и истории востоковедения. И далее 3 тысячи заявлений имеют психология образования, институт биологии и межкультурной коммуникации. И вот что немного новое, 3 тысячи заявлений принял Институт математики и информационных технологий. По последним данным, 6 абитуриентов претендуют на одно место студента КФУ. Это практически в два раза больше по сравнению с прошлогодними цифрами. Бывшие школьники и их родители едут из разных уголков Татарстана и России. Многие уже точно знают, почему выбрали Казанский федеральный. Близкое расположение к дому, то есть 350 километров – это не расстояние. И очень высокий рейтинг в России. Вообще котируется серьезно. «Ходит, по-моему, в десятку или в пятерку по России у нас самых лучших». «Трудоустройство выпускников тоже стоит не на последнем месте. То есть востребованность выпускников данного института. То есть тоже где-то они там первые 20-30-ки находятся по рейтингам. То есть основные показатели, чтобы не только отучиться, но и потом еще быть востребованным на рынке труда. Чтобы посмотрели, ага, КФУ, берем». Сейчас для абитуриентов главное сдать вовремя документы, а для сотрудников приемной комиссии их проверить. Но уже через несколько недель бывших школьников будет интересовать лишь одно – смогут ли они назвать себя студентом КФУ. А теперь расскажем, как проходит приемная кампания в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. С будущими строителями-архитекторами пообщалась наша съемочная группа. На сегодняшний день в Казанский государственный архитектурно-строительный университет уже подано около 4 тысяч заявок на поступление. Подача документов осуществляется по трем основным направлениям – инженерно-экономические и творческие. Для поступления на творческие специальности будущие студенты должны сдать вступительные испытания, такие как черчение, рисунок и композиция. КГСУ занимает первое место среди всех архитектурно-строительных вузов России по проходному балу. В году что-то про проходной бал тяжело сказать, потому что немножечко поменялась процедура зачисления. Мы в первую волну зачисляем до 80% оригиналов на бюджетные места, то есть, соответственно, по их наличию, если они на данных направлениях имеются, до заполнения 80%. Вчерашние школьники с волнением ожидают в своей очереди подачи документов, ведь это их первый шаг в студенческую жизнь. Почему именно КГСУ? Ну, потому что это, кажется, самое перспективное вуз в Казани. Я хочу стать зрителем, поэтому я поступаю в КГСУ. Мне кажется, здесь очень круто, здесь такая атмосфера. Я всегда хотела поступить сюда, не знаю почему, но прямо от меня манило сюда всегда. В КГСУ очень весело. После подачи документов остается только ждать заветного списка зачисления. Желаем всем абитуриентам терпения и удачи. С не меньшим энтузиазмом проходит приемная кампания и в КНИТУ КХТИ. А Диля Валеева расскажет подробнее. Еще недавно они сдавали государственные экзамены и прощались со школой. И вот уже сейчас начался самый ответственный этап их жизни. Это поступление в университет и, конечно же, выбор профессии. На сегодняшний день со своей будущей профессией уже определились 5600 абитуриентов. Часов заявлений растет каждый день, ведь каждый может подать документы на три направления. Сейчас в УЗ подано порядка 14 тысяч заявок на поступление. Бюджетные места у нас изменились. У нас увеличилось порядка на 130 бюджетных мест по бакалавриату и специалитету. У нас очень сильно увеличился прием в магистратуру. Сейчас, на сегодняшний день, мы принимаем 2100 человек. Должны принять. Самое главное отличие приема этого года в том, что в первую волну зачисляются до 80% поступающих, которые подали именно оригиналы документов. Конкурс на место в среднем составляет 0,55. Еще в 10 классе я решил поступить в УЗ КНТУ. Знаю, что здесь работают лучшие профессора России, заслуженные. И я поступаю на специальность биотехнической системы технологии факультета легкой промышленности, моды и дизайна. Подал документы, надеюсь, на лучшие. Я сдала все экзамены и подаю документы в этот ВУЗ, потому что этот ВУЗ считается одним из главных для меня, так как я давно хотела поступить сюда. Хочу поступить я на ФТЛПМ, потому что прочитала много отзывов о этом замечательном факультете. Уже с детства мечтал учиться в Казани, поэтому все-таки выбрал Казань. Город возможностей, большой город, поэтому хочется попробовать себя в нем. Я с химией поступаю, с химией престижные факультеты есть, поэтому выбрал их все-таки. У будущих студентов впереди еще много открытий и светлых моментов, а мы желаем им поскорее увидеть себя в списке зачисленных. С абитуриентами все понятно. Теперь о тех, кто уже прошел путь студента. КАИ – пуп земли, – голосят выпускники. Тысячи студентов КНИТУ КАИ получили дипломы и попрощались со студенческой жизнью. Подробнее о том, как прошел день выпускника, расскажет Александра Лямкина. Пасмурная погода не оморочила счастливые лица выпускников КНИТУ КАИ. Торжественная часть состоялась, несмотря ни на что. Форческие коллективы поздравили выпускающихся студентов с зажигательными танцами и песнями. Отличников, активистов и выдающихся студентов наградили грамотами и ценными призами. Там путствующими словами выступил президент университета Гортышев Юрий Федорович. Желаю вам успехов, желаю вам удачи, желаю вам всего самого-самого доброго. Идите по жизни уверенно, у вас хорошие знания. Пусть все из вас состоятся в той или иной профессии. Будьте здоровы, будьте счастливы, доброго вам пути. С праздником! В Казанском федеральном университете прошло торжественное вручение дипломов с отличием. В Малом зале Уникса собрались лучшие студенты Казанского университета. На торжественном вручении присутствовал ректор Ильшат Гафуров. В Малом зале Уникса прошло торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам Казанского федерального. На днях прошло вручение дипломов выпускникам Казанского федерального университета. В малом зале уникса собралась элита всех институтов для того, чтобы забрать плод своих многолетних трудов. Красный диплом с отличием. На листах выпускников проявляется волнение, радость и ожидание торжественного и одновременно одного из самых трепетных событий в их жизни. Очень радостное такое событие, которое случается раз в жизни. Мы заканчиваем свой любимый университет. Пять лет учебы, несколько сессий, сейчас уже не сосчитать. Экзамены, бессонные ночи. Это, наверное, залог успеха. Я очень счастлива, что закончила институт и закончила его хорошо. Я буду всегда вспоминать с благодарностью эти годы. Каких трудов все осталось в получении красного диплома? Я очень старалась, готовилась ко всем экзаменам, относилась ко всему очень ответственно и максимально старалась помогать вузу своему. Большую радость, как являюсь первой выпускницей данного факультета, Высшей школы информационных технологий и информационных систем. Поэтому я очень рада. Неописуемые эмоции. В дальнейшем я планирую остаться в университете, то есть продолжить учебу. И вот настало то самое действие, ради чего все собрались в этом зале. Это церемония вручения дипломов. У многих выпускников наворачиваются слезы и дрожат руки в ответственную секунду получения диплома. Но после того, как он оказывается у них в руках, на лицах начинает сиять улыбка. В зал скандируют молодцы. Семь самых ярких типажей университета. Люди, с кем мы учимся или будем учиться, расскажут и покажут громкие рыбы. Редактор субтитров А.Семкин Я сажусь, а он так рванет, я как грохнусь. Ну что, ребят, может там день группы замутим? А что, давай, нормально? Не, ребят, я не могу. Мне младшенькую садику надо забирать. Да, 200 лошадок. Я вообще-то спрашивал, идешь ли ты на пара или нет? Да, иду, иду. Здорово. Да, не узрась. Привет. Как дела? Андрю, в столовую? Чай купи, пожалуйста. Холодно. Спасибо. О, опять ты что ли? Пары пропускаешь? Не пропускай. Хе-хе-хе. Спасибо, спасибо. Исмагелы. Здесь. Дурайнина. Здесь. Колтунов. Здесь. Федотов. Федотов. Здесь. Пимена. Здесь. Губайдулин. Мимода. Кораблев. Здесь. Ой. Кораблева. Здесь. Хе-хе. Люцин. Канечба. Цой. Жив. Здесь. Геворкян. Здесь, брат. Мамкин. Нет ли? Со своим новым парнем гуляем. Что, что, что? Нет ничего. Ребят, ну я вообще ничего не учила. Я сегодня точно не сдам. Меня препод точно завалит. Я ничего не знаю. Это так неожиданно. Я так рада. Ребят. Так, ребята. У нас кто-то не сдал на день группы. Давайте посмотрим по списку. Ммм. Я-ка-блев. 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 Стой. Стой. Я-ка-блев. Я-ка-блев. Стой. Так. Я-ка-блев. На этом у меня все. Это были твои новости официальные и молодые.